Добрый день! Меня зовут Лена, я ведущая программы проповеди по понедельникам. Почему по понедельникам? Эти проповеди пастор Абай прочитал на воскресном служении. Но в течение недели, начиная с понедельника, я пересказывала эти проповеди тем, кто не смог в воскресенье их прослушать. На это я имею благословение моего мужа, пастора нашей домашней церкви, где я читаю эти проповеди на русском и на нидерландском языках. Я читаю эти проповеди, пересказываю иногда в сокращенном варианте, иногда со множественными примерами из жизни, свидетельствами, как православным, так и католикам, так и протестантам, то есть тем верующим, которые имеют нужду в хлебе насущном. А сегодня я предлагаю вам, мои братья и сестры, вместе с пастором Абаем поразмышлять над темой отношения человека с Богом и как они проявляются в его земной жизни. Эта проповедь была прочитана по первой книге Паралипоминонт, 17 главе. В этой главе мы видим, что Бог скромный. Он давно уже мог потребовать от Божьего народа построить для него храм, но Бог этого не требует. Этого хочет Давид, благословенный царь Израиля. Роль Давида как царя заключалась в том, чтобы защищать Израиль от врагов и обеспечить стране мир. И Бог занят тем, что помогает Давиду в решении его задачи. Бог скромно ждет, когда для строительства храма наступит благодатное время. В Писании говорится, что Бог не дал построить Давиду храм, потому что тот пролил много крови на поле брани, и еще потому, что роль Давида была Богом определена. Эта роль проливает кровь народов, которые не поклонялись Богу небес, а поклонялись противным Богу идолам, которые творили непотребства на земле, и которые не хотели иметь в соседях Божий народ – Израиль. И вот Израиль, пройдя все испытания на верность Богу, был им лично проведен из рабства на землю обетованную, и здесь поселил их на земле, которую обещал Аврааму, его потомкам. Давид исполняет волю Бога. Он обеспечивает независимость Израиля. Для того, чтобы слава Бога, Бога Всевышнего, Всемогущего, воссияла для всех народов земли. Его царь Давид желает построить Богу храм. Он желает этого от всего сердца. Он обращается в молитве к Богу для благословения построить ему храм. Но Бог дает ему лучшее благословение, чем ожидал Давид. Только благодаря этому молитвенному желанию воздвигнуть дом Господу, Бог обещает ему, Давиду, престол, который будет вовеки. Это значит, что Давид и его дети имеют благословение царствовать. Этот ответ Бога был сверх ожиданий Давида. Ведь он только хотел построить Божий храм. Но Богу понравилось это искреннее желание Давида. И он, по сути, отказывает Давиду в постройке храма. Но обещает этот храм, что этот храм будет построен уже его сыном. А Давид и его потомки будут восседать на троне. И тут вопрос. А что, если Давид не высказал бы Богу свое пожелание построить Божий дом? То, что бы было тогда? Возможно, говорит пастор Абай, Бог бы не подтвердил свой завет с Давидом, и его сыновья бы не были царями. Ведь Давид, будучи царем, согрешает. Пожелав жены другого, согрешил и его сын Соломон, поклонившим языческим идолам своих жен. Но Давида и Соломода не лишает Бог царства. И тем более царственной власти для детей Давида, для всего потомства Давида. Благодаря своему обещанию Бог, наказывая самого Давида, не лишает царства его потомкам. Какое в этой главе назидание для нас? Наше желание строить жизнь во славу Бога конкретно изменяет нашу судьбу. И Бог благословляет нас за это желание служить Ему. И наши усилия, они проявляются в избыточных благословениях. В желании Давида прозвучала его личная инициатива. И Бог по своей личной инициативе, божественной инициативе не дает Ему построить этот храм, а дает Давиду победы над соседями, которые не принимали Израиля. И которые воевали с Израилем, а впоследствии стали данниками Израиля. Главное, что в отношениях Давида с Богом Давид проявил свое желание. Как можно лучше служить Богу. Возможно, Давид построил бы храм, но он не был бы таким красивым, каким он стал при Соломоне. Потому что при Соломоне все ресурсы царства шли именно на строительство храма. А Давиду надо было вести войны. И он из своих ресурсов построил бы более скромный храм. Бог поощряет инициативу, творчество людей в отношениях с ним. Давид хотел в своем желании построить храм, выразить свою благодарность Богу, свою сыновью любовь. Давид хотел возвысить Бога, а Бог возвысил дом Давида. В принципе, достигнуть успеха можно каждому человеку. Но только на какое-то время. Ибо удержать этот успех трудно. Тем более, передать его детям. Согласно истории царей, если ты царь, то это не значит, что ты будешь счастливым всю свою царскую жизнь. Жизнь царей часто проходит в страхе, в постоянном страхе за свою жизнь. Ведь царя могут убить и убить его же дети или приближенные. Часто против царей замышляются заговоры. Если дети царя начинают друг друга убивать, то царство или разрушится, или разделится на мелкие части. Эту царскую власть как успех удержать очень сложно. Мы проходили историю Древней Руси. Сыновья князя Владимира между собой воевали, дяди с племянником воевали. Это брату убийство стало привычным для Древней Руси. Государство ослаблялось от такого царствования. Когда князья воевали с друг другом, то и их народы воевали между собой. Хотя и князья, и их народы считали себя христианами. И только во время нашествия татара-монгол народ Древней Руси пришел к искреннему покаянию за эту брата-убийственную вражду. И через это покаяние он, находясь три века под гнетом татара-монгол, укрепился в вере. Бог обещает Давиду царство, которое будет передаваться его потомкам. Давид, царь Давид, возгордился и согрешил. Бог его наказал, но не лишил царства. Его сын Соломон, сын от любимой жены Давида, был славен. Он построил храм, но тоже согрешил, и Бог тоже его не лишил царства. Внук Давида потерял десять колен Израиля, но потерял по собственной инициативе, а не потому, что Бог этого захотел. От решения людей много зависит в их судьбе. Когда Бог дал обещание Давиду, что не лишит царской власти вовек, то он будет держать свое обещание. Но люди сами могут отказаться от этой благодати, как отказались впоследствии потомки Давида. Проходят века, Божий народ все больше отходит от Бога, он лишается царей и царств, но Бог остается верен своим обещаниям. Как потомок Давида рождается Иисус Христос. Сын Бога стал плотью. Он скромен, беден, трудится и проповедует царство Божие. Теперь не к царям обращается Бог, а через Иисуса Христа, своего Сына, Он обращается к каждому человеку через слово проповеди. Иисус Христос отдает за грехи человека свою жизнь, чтобы каждый из нас через веру в Христа, пройдя земную жизнь веры, мог войти в вечное царство Бога. Это обещание жить вечно. Нам предложено спасение. Каждому из нас предложено спасение. И делать выбор тоже предстоит каждому человеку в отдельности. Если у нас есть желание сотрудничать с Богом, Бог даст успех. Но если этот успех мы примем за свой счет и возомним, что нам теперь море по колено, то мы сами этот успех разрушим. Наша христианская жизнь строится не столько на наших походах в церковь, сколько на нашем желании послужить Иисусу Христу. Каждому из нас Бог дает свои благословения. Кому в священоческом труде, кому в мирском. Чтобы наш успех не был приходящим, нам надо оставаться в скромности Бога, в скромности Христа. Эта скромность не отвечает нашим житейским представлениям о скромности. Эта скромность хвалится своей немощью, чтобы в нас проявилась сила Христа. Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Послание апостола Павла Коринтона 1, 1 глава 26 стих. Одно время мои родители увлеклись стивилизионными передачами, где об успехах верующих людей говорили проповедники из Америки. Я помню, как мне было тоскливо на душе от того, что желание быстрого успеха ослепляло и моих родителей, которые всю жизнь трудились и страдали вместе со своим народом. Но именно через эти трудности, через эти страдания, они приняли выстраданную ими надежду, которая заключается в Благой Вести. Эта надежда привела их в церковь, где они познавали волю Бога и силу Духа Святого, куда они привели и нас Руни. Если честно говорить, то смотреть проповеди по телевизору, незнакомых мне проповедников, даже если они красивые, успешные, ухоженные, меня не вдохновляет. Но посмотреть эти проповеди меня заставляла мама, и я не могла ей отказать, тоже по заповеди Бога. И я ей благодарна. Слушать эти проповеди соблазнительно, но опасно во время испытаний. Здоровье ради здоровья, успех ради успеха, вера ради веры. Она не имеет той духовности, которая вдохновляет человека, меня лично, на борьбу с грехом. И мне лично, ближе к сердцу, видимая бедность и нездоровье апостола Павла, в котором так проявилась Божья слава. Пастор Абай нас учит служить Богу искренне и скромно. Ему отдавать наши победы, как и неудачи. Когда мы приезжаем в гости к родителям, то нас навещают наши знакомые, друзья, которые, к сожалению, к нашему глубокому сожалению, в церковь не ходят. Кто из немочи, кто по привычке, кто еще не может преодолеть свою нерешительность. Но им тоже необходимо спасение в Иисусе Христе. Мама обычно накрывает стул, за которым мы с Роней порой до позднего вечера ведем беседы с друзьями, со знакомыми, о нашей жизни по вере, о их проблемах. Когда гости расходятся, мама приступает к итогу этой встречи. Она меня спрашивает, Лена, правда мы хорошо послужили Господу? Я бы рада ответить положительно на этот вопрос, но я не могу, ибо этот ответ у Господа. Мы можем достичь успеха, но это не значит, что этот успех будет постоянным. Удержать успех гораздо сложнее, чем его приобрести. Если Божье благословение будет на нас, то даже если мы успех потеряем, то мы можем его восстановить. Главное не потерять в жизни искренность наших отношений с Богом, от которого теряется и радость. Радость, которую дал нам Христос. И вновь вопрос. А вам не кажется, пастор Абай, что царь Давид просто счастливчик? Он у Бога любимчик. Бог с ним говорит и лично с ним заключает завет. А мы не слышим Бога так ясно и конкретно. Пастор Абай говорит, современный человек строит свою жизнь именно в отношениях с людьми, а не с Богом. Его успех складывается из того, что он считает важным в своей жизни и важным в современном обществе. Наш современник не настроен, как Давид, ждать царского трона 40 лет, находясь в изгнании, и не в его привычках выпрыгивать из личностных приоритетов и проявлять свою инициативу перед Господом. Чтобы лучше ему послужить. Обычно эти отношения с Господом, они включают в себя поход в церкви. Ну и это хорошо. Человек современный устремлен только на успех, успех своей жизни. Ведь время не ждет, говорит он сам себе. Да, он достигает успеха. И он будет доволен этим моментом. Давид строит свой мир прежде всего в отношениях с Богом, а потом в отношениях с людьми. Если мы что-то делаем для того, чтобы прославить Бога, то это делается ради людей. Если мы сделаем что-то для Бога, но против людей, то мы это делаем, увы, для сильных всего, для сатаны. Если мы делаем что-то для Бога, подразумевая, что мы делаем, что это мы делаем ради людей, ради блага людей, то это нормальное положение вещей. Это есть поиск Бога. Часто поиск Бога ограничивается верующими людьми приходом в церковь, где проходит богослужение, где мы в единстве и согласии возносим Богу молитвы, и за пределами церкви мы остаемся верующими людьми. И если Давид и его народ, они имели заповеди Бога, эти заповеди для них были испытанием, они старались, они пытались устоять в этих заповедях, но не смогли это сделать. И именно как потомок Давида рождается Христос Иисус, и он нам дает одну заповедь, заповедь любви, полагаясь на нашу инициативу, что мы будем с усилием, будем изучать его, изучать Бога, изучать Божье Слово. Ведь он проповедовал нам конкретно, как нам жить. У нас есть Слово Бога. И Господь Иисус, Он это Слово Божье раскрывает через проповеди наших проповедников. И не только проповеди звучат в церкви, но проповеди звучат в нашей жизни. Господь Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Верой во Христа мы являемся Божьим храмом. Через Его имя мы строим наши отношения с Богом. Давид, как царь, понимает, что от его отношений с Богом определяется независимость и благоденствие всей страны. Поэтому он хочет улучшить отношения с Богом и построить Богу дом, храм. Чтобы и народ мог выразить Богу благодарность, преклониться перед могуществом Бога, прославить своего милосердного Отца, Бога Небес. Вот за это желание Давида Бог благословляет его царство, его потомков и весь народ Израиля. И дает Давиду и его потомкам головокружительные успехи. Нам, христианам, заповедано жить по вере, в каждодневных трудах, чтобы в служении семьи и обществу Господу проявлялись Божьи заповеди. Бог любит мужественных, инициативных людей. Через наши живые отношения с Богом мы духовно растем. И до прихода Христа во второй раз на землю мы уже творим на земле островок Божьего Царства, когда в нас оживают заповеди любви. Бог будет нас благословлять, утверждать в истине, изливая свою благодать на нас и на всех, кому мы служим. С Богом, мои дорогие братья и сестры!